Здравствуйте! В эфире обзор экономических событий в стране и регионе. Это программа «Бизнес Панорама». С вами Алексей Шемякин. Россияне стали богаче на 783 рубля. По итогам января банки страны заработали примерно 115 миллиардов рублей. Кстати, это почти в 4 раза больше, чем в январе года прошлого. Если поделить сумму на всех жителей страны, а таковых 146 миллионов 838 тысяч 993 человека, то и получится где-то по 783 рубля на брата. Стоит также заметить, что в январе банки сократили кредиты компаниям на 0,3%, а физическим лицам на 0,4%. Еще несколько новостей о экономике в нашем путеводителе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Теперь значительно легче станет получить разрешение на строительство, зарегистрировать право собственности на землю, подключиться к электроэнергии, газу, водопроводу. Это позволит бизнесу сократить затраты, а значит укрепить возможности для развития своего дела. Ездить по федеральным трассам России станет дороже. Сейчас по системе «Платон» водители грузовиков платят 1 рубль 53 копейки за километр. С 15 апреля цена возрастет в два раза. По словам главы российского Минтранса Максима Соколова, при таком единовременном повышении нагрузка на малый и средний бизнес будет меньше, чем в случае с двухэтапным ростом тарифа в феврале и июне. В следующий раз тариф изменится не раньше, чем в середине 2018 года. Банковские финансовые услуги должны быть доступны каждому жителю Архангельской области. Во многих муниципальных образованиях с малым количеством жителей сокращается сеть банкоматов. Вместе с тем большинство населения региона пенсии и зарплаты перечисляют на карты. Уже сейчас платежные терминалы устанавливают в магазинах отдаленных районов. Еще 28 банкоматов появятся совсем скоро. Радости в радости стало больше. В Архангельске появился второй лицензированный частный детский сад. Его воспитанники это 22 малыша до 3 лет. Хотелось бы, чтобы наши детки получали качественное образование. Для этого мы нанимаем педагогов со стажем, мы нанимаем педагогов квалифицированных. То есть у нас они не реализуются, если просто ухаживать за детьми. Мы пошли еще сюда, еще ни одного слова не могли говорить. Теперь мы песни поем, всякие у нас открыточки делаем, то есть поделок очень много собираем. То есть ребенок показывает это в садике, делали это дома. Все очень хорошо развиваемся. Думаю, вряд ли бы мы дома дали такое же образование. Практику создания частных детских садов поддерживает региональное правительство, курирует проект Корпорация развития Архангельской области. На сайте областного инвестпортала размещено более 80 предложений для бизнесменов. Большая их часть касается игроков в лесном секторе. Действующий бизнес продолжает вкладывать средства в развитие собственных проектов, как пример лесозавод 25, входящий в группу компаний «Титан». Модернизацию третьего ЛДК вложено более 4 миллиардов рублей. Как результат, уже в следующем году в два раза увеличатся объемы переработки сырья на этой площадке. Все оборудование смонтировано. Сейчас осталось закрыть здание сэндвич-панелями, дать тепло в цех и начать уже электромонтаж и пусконаладку. По программе, которая согласована с шеф-монтажниками, первое бревно в этом цехе должно пройти 20 апреля. Для наращивания объемов производства необходимо завершить второй этап модернизации. Установить новые сушильные камеры и линию сортировки сухих пиломатериалов. Окончание всего проекта модернизации и запуск полного цикла производства от бревна до готовой продукции здесь ожидают в январе 2018 года. Проект является одним из самых передовых, я не побоюсь этого слова, и на территории Российской Федерации, и вообще в Европе. С вводом к пуску и эксплуатацию этого проекта мощность распиловки увеличится практически в два раза. То есть примерно до 550 тысяч кубометров пиловочника в год. Важно, чтобы строительство комплекса попало в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, которые реализует Минпромторг России. Долгожданный проект «Белкомур» становится все ближе. Он уже включен в транспортную стратегию России до 2030 года. Есть главный инвестор – китайская корпорация Poly International Holding LTD. Если углубиться в историю, то межрегиональная компания «Белкомур» была создана еще в 1996 году под амбициозный одноименный проект. Тогда компания «Белкомур» приступила к строительству северного участка новой железной дороги одновременно с двух направлений. Со стороны Архангельской области на перегоне станция Карпогоры – разъезд Шарда, а со стороны Республики Коми на перегоне – разъезд Ертом – станция Виндинга. В 2008-м на проект возлагали большие надежды, но последующий кризис приостановил строительство. И вот новый виток – проект снова начинает жить. В этом убежден Владимир Щелоков, назначенный в декабре прошлого года генеральным директором межрегиональной компании «Белкомур». Безусловно, оно будет иметь колоссальное влияние на развитие этих регионов, но достаточно привести несколько цифр. По данным Центра цитатистических разработок, которые возглавляет Алексей Кудрин, каждый вложенный рубль в строительство этой дороги в перспективе даст возможность привлечения в бюджеты различных уровней муниципальной, региональной и федеральной 14 рублей прибыли. Строительство этой дороги позволит создать до 46 тысяч рабочих мест, позволит вовлечь в народохозяйственный оборот более 15 миллионов кубометров древесины, та, которая сегодня не может быть вовлечена в народохозяйственный оборот в связи с тем, что просто нет логистики, и возить можно только по зимникам. Она позволит ввести в народохозяйственный оборот как минимум три месторождения нефтегазовые. Она позволит ввести в строй месторождение Титановое, которое находится на территории республики Коми и составляет по разным оценкам от 40 до 50% запаса титана на территории Российской Федерации. Это бокситные месторождения, это глины, это песок, это щебень. И на самом деле, ну, приведу простой пример. Например, в случае строительства этой железной дороги мы получим более короткий путь доставки на территорию Архангельской области щебня с республики Коми и с Пермского края. Соответственно, это снизит стоимость строительства автомобильных дорог, в которых так нуждается Архангельская область. Это снизит себестоимость жилищного строительства. Это позволит создать новые рабочие места вообще в строительной отрасли. Проекты строительства железнодорожной магистрали «Белкомор» и развития глубоководного участка морского порта Архангельск – это основа перспективной программы промышленного и инфраструктурного развития Архангельской области, республики Коми и Пермского края. Источники финансирования – федеральные и региональные бюджеты, частные инвесторы и РЖД. А главное – это 45 тысяч новых рабочих мест. При полной реализации проекта экспортные перевозки в такие страны, как КНР, Южная Корея, Япония, Индия и вообще в Европу составят 81% всего грузооборота нашей страны. Немалые инвестиции сегодня идут в строительную отрасль. Интересная особенность – в Архангельске стоимость коттеджей сопоставима со стоимостью однокомнатных квартир. Такой вывод сделали эксперты по недвижимости. Средняя цена дома в городской черте – 2 миллиона 530 тысяч рублей. Столько же стоят однушки в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском округах, двушки в Северном и округе Варавино-Фактория и трешки в Цыгламине и Исокогорке. Есть, конечно, и дорогие дома в центральной части. Их средняя стоимость – 13 миллионов 850 тысяч рублей и очень доступный на окраинах – от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Новые идеи в строительной отрасли представят участники традиционного поморского строительного форума, который пройдет в областном центре в марте. В этом году форум сопровождается обширной деловой программой. Посмотреть ее можно на официальном сайте мероприятия. Как готовиться к главному событию строительной отрасли региона – узнаем прямо сейчас. Уже 12-й по счету Поморский строительный форум стартует в Архангельске 2 марта. Впервые за все годы проведения он пройдет два дня. И откроется пленарным заседанием, тема которого – строительная отрасль Архангельской области, итоги 2016 года и перспективы развития. Строительный форум – это площадка, прежде всего, для диалога. Площадка, где можно задать вопросы, получить ответы на наиболее актуальные темы, которые возникают в процессе деятельности всех представителей строительного комплекса. Здесь будут и представители власти, представители застройщиков, подрядных организаций, банковский сектор, люди, которые пользуются тем, что производят строители. Строительная отрасль в регионе сейчас на подъеме. Возводится не только коммерческое, но и социальное жилье. Только в этом году в Архангельске сдадут около 10 домов. И это только по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В области строят детсады и школы, новые торговые центры. Одним из организаторов строительного форума в этом году выступила Корпорация развития Архангельской области. Для нас стройка и вообще все вопросы, связанные со строительством, это один из базовых китов, на которых строится инвестиционный климат в регионе. То, насколько комфортно и хорошо будет жить в регионе, это один из показателей основных, для чего сюда будут ехать люди, для чего здесь будет организовываться бизнес. Но и в то же время это открытие новых каких-то историй, может быть, каких-то инновационных вопросов. Все, что связано с вопросами Арктики, то, что сейчас очень активно. И та история, когда Архангельская область выходит на передовую в вопросах освоения Арктики, это вопросы строительства, одна из основных и неотъемлемых частей. Впервые в этом году организаторы решили провести выставку компаний-производителей и представителей известных региональных строительных брендов. В экспозиции будет представлена продукция, оборудование и инновационные технологии строительных компаний. По замыслу организаторов это позволит участникам найти новых партнеров, инвесторов и заказчиков. Впервые в этом году в рамках форума пройдет выставка, стендовая выставка и выставка инсталляции строительных материалов, технологий. И это уже расширяет наш формат традиционный. Кроме того, помимо пленарных заседаний, докладов, у нас в этом году будет панельная дискуссия. Так называемый формат без галстуков, когда могут все участники рынка сообща, обсуждать, предлагать, спрашивать те темы, которые сегодня самые насущные. Еще одним новшеством форума станет участие представителей фонда «Сколково», которые представят новые современные разработки строительной отрасли. Технологии, которые представят разработчики фонда, направлены на возведение объектов в арктических условиях. Принять участие в выставке может любой желающий. Форум станет не только площадкой для обмена опытом, но и даст возможность узнать мнение самих участников рынка о проблемах, мешающих развитию отрасли и мерах, необходимых для улучшения ситуации. Сегодня хочется рассказать об одном социально значимом проекте на территории региона. Это «Школа беременных и молодых мам» от молодых супругов Романа и Ольги Шваковых. Проект поддержала Корпорация развития Архангельской области. И он работает. «Школа «Счастливая мама»» – совершенно новый для Архангельска проект. Придумали его молодые родители Ольга и Роман, чтобы помочь подготовить будущих мам к рождению ребенка и поддержать в послеродовый период. В реализации проекта супругам помогла федеральная программа «Ты – предприниматель». В настоящее время их поддерживает Корпорация развития Архангельской области. «Программа «Ты – предприниматель» помогла научиться основам ведения бизнеса, предпринимательства, оказала информационную поддержку, поддержку по раскрутке школы, по обучению». Школа предлагает самый разнообразный спектр услуг – от фитнес-тренировок для беременных и уже родивших женщин до консультаций по грудному вскармливанию, курсов родительского массажа и пения для будущих мам. Все занятия и семинары ведут практикующие врачи и сертифицированные фитнес-инструкторы. «Занятия по интимной гимнастике мы сейчас немножко усовершенствовали, сделали группу женского здоровья. Такая достаточно легкая нагрузка, но направлена на укрепление мышц тазового дна, что крайне важно для женщин и в период беременности, в послеродовом периоде». Открылась школа в августе прошлого года. За это время курсы в ней прошли более 150 женщин. «После занятий очень положительные эмоции, такая легкость, особенно после растяжки. Позанимаешься, взбодришься, сразу появляется энергия, сразу появляется заряд положительных эмоций на день». Занятия в школе проводятся на третьем этаже торгового центра «Пирамида». Но Ольга, как идейный вдохновитель проекта, постоянно придумывает что-то новое. И, возможно, в будущем школе понадобится новое помещение. «Со следующей недели начинаем очень интересное занятие танцы, зумба для мамочек с малышами. Тоже очень позитивное занятие, особенно для тех, кто любит танцевать с марта. Когда возобновляем занятия по йоге для беременности». Проект помогает мамам не только поддерживать свою физическую форму во время беременности и быстрее восстановиться после родов, но и оставаться социально активными. «Это, конечно, для мамы очень редкая возможность выйти куда-то в люди. И тут уже появились какие-то дружеские связи. И, конечно, социализация очень важна». Следует отметить, что и сами тренеры в настоящее время находятся в положении. И на своем примере показывают, что заниматься активной деятельностью во время беременности полезно. Это была «Бизнес Панорама» и я, Алексей Шемякин. Увидимся.